Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые контрагенты. Мы на странице нашего сайта в разделе автоматизированные методики. Всего существует в Российской Федерации 4 адаптированных психологических методики-пробы. То, о чем мы с вами сейчас будем говорить, является в четком его понимании не методиками как таковыми, но это методики обобщенные, если их назвать, но это все-таки психофизиологические пробы. Три из них включены в приказ 749N. Это простая зрительно-моторная реакция ПЗМР, это сложная зрительно-моторная реакция СЗМР и реакция на дающийся объект РДО. Всего их четыре. Кроме того, вы здесь видите методику, тоже пробу, таблицы Шульте. Они у нас представлены на сайте. Вот эти три методики, они входят в приказ 749N. А вот самое лучшее из этих четырех проб, на мой взгляд, я этим 21 год занимаюсь, самое лучшее не входит, а именно это таблицы Шульте. Задают мне коллеги вопросы, что такое эти методики, что они из себя представляют. Ну и много вопросов задают. В частности, вот по этим самым методикам, пробам. Я хочу сказать, что самое главное, да, вот самая лучшая из этих методик проб, это как раз являются таблицами Шульте. Это самая лучшая, показательная. Мы используем ее в лаборатории ежедневно, каждодневно. При любом психологическом обследовании мы ее используем. Исследуют этой методики, эта методика проба, концентрацию активного внимания. Вышла она из области патопсихологии. Значит, и она очень старая методика и хорошо себя зарекомендовавшая. По какой абсурдности, по какому бреду эта методика не вошла в перечень обязательных методик при психологических обследованиях по приказу 749N, я не понимаю, честно говоря. Вот, говоря откровенно, я бы продал, поменял, не глядя, вот эти три методики ПЗМР, СЗМР, РДО, на одну методику пробу таблицы Шульте. Каждая методика имеет под собой разные, и ПЗМР, и СЗМР, и РДО имеют под собой разные теоретические и методологические основы. Они, хотя и называются, похожи, да, что, в общем-то, разница, тут простая, тут сложная, тут реакция просто на явившийся объект. Надо сказать, что они совершенно разнятся по той направленности, на что они направлены, на что они направлены в плане исследования тех или иных функциональных состояний человека-работника. Они по названию только похожи. На самом деле, это несколько совершенно различных методик по своей, повторюсь, теории, методологии и практике применения. Это надо четко понимать. Коллеги задают вопрос, в чем разница. Она настолько существенна, теоретические основы этих двух внешне похожих по названию методик, настолько разнятся, что это как земля и небо, как северный полюс, южный полюс. Они различные, это не одно и то же. Они исследуют разные вещи. Собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам! Благодарю вас за внимание! Благодарю вас за внимание! Благодарю вас за внимание! Продолжение следует...